Борис, вы были совсем молодым человеком, когда карачаевский народ был выслан. Вам было то ли 4, то ли 5 лет, если не ошибаюсь. Расскажите, помните ли вы этот момент и последующие 14 лет, которые вам пришлось жить, скажем, больше даже, наверное, выживать в степях Средней Азии. Как это было? Такое забыть невозможно. Я родился в 1939 году, 15 февраля, в ауле Эль-Таркаши, Чикутинского района. Мне два года было, когда началась Великая Отечественная война. Отец с двумя братьями ушел на войну и не вернулся. А через два года, в 1943 году, 2 ноября, нас всех карачаевцев, нас тоже, нашу семью, вышлили в Казахстан. Нас было четверо. Мать, брат старший, младшая сестренка и я. Я это помню, все помню. Мать не знала. За 20 минут, за полчаса надо было сесть в машину и уехать в Чикуту. И она не знала, что делать, что взять с собой. И там отпустила корову, теленка отпустила. И собака за нами бегала, она что-то почувствовала. Не лаяла, а выла, как волк. И за нами, за машину бегала. Когда мы уже сели в машину, мать что-то вспомнила, вышла из машины, побежала домой. А старший брат тоже побежал за ней. И мать принесла отцовские костюмы и свои драгоценности, которые мать Таттлахан ей подарил. А брат тоже что-то там взял из шественных вещей, которые наши горянки делают, чтобы можно было в Казахстане использовать эти веретена. Вот разные. Урцук. И сели в машину, а по дороге мать нас успокаивает. Ничего, не бойтесь. Сейчас доедем до Жигуты, и нас вернут обратно, потому что такое не может быть. Ваш отец воюет в белорусских лесах Калужской области, а нас высылают куда-то неизвестно. Такое не может быть. Аллах видит все, смотрит, и мы вернемся. И она нас успокаивала. Но мы приехали в Жигуту, нас посадили в скотские вагоны, закрытые, и отправили дальше. Я помню хорошо Сталинград. Тогда вы все знаете, что Сталинградская битва кончилась в 43-м году, вот осенью, и 300 тысяч немцев взяли в плен, и вся наша Великая Победа начиналась отсюда, из Сталинграда. И Сталинград разрушенный был город, и станция, где мы должны проехать, тоже была разрушена. Там без конца маневры, гудки, всякие поезда, паровозы. И нам быстро построили мост через Волгу, и мы должны были первым проехать через этот мост. Я думаю, что этот мост был понтонный, потому что наши старики, женщины говорили, плакали, это мост шатается, нас хотят утопить на Волге. И поэтому я тоже думал, что вот так, но судьба наша посадила, Аллах смотрит, все видит. Мы приехали в Казахстан, Южный Казахстан, Чемкенская область, Сарагашский район, колхоз, Тегисчин. Мне было 4 года. Там все первые жены умирали от голода, от холода, от всяких болезней, климат не подходил. Как к вам отнеслось местное население? Старики рассказывали, что на переселенцев смотрели, скажем так, не совсем по-доброму. Даже среди местного населения ходила легенда, что к ним привезли людоедов, они относились довольно осторожно. Так ли это было на самом деле? Вначале на нас очень осторожно смотрели. Это приехали изменники, родины, предатели. Это еще Адама, шоу-чела. Людоеды. Людоеды приехали. Очень скоро там казахи местные поняли, что мы разговариваем на туркском языке. Наши женщины, старики, очень трудолюбивые, и к нам очень начали хорошо относиться. Однажды мама взяла меня с собой, мы пришли в колхоз, председатель колхоза получит молоко, литр молока. И когда мы зашли, я смотрел на большой стене за спиной председателя портрет, большой портрет Сталина. Дальше три богатыря Виктора Воснецова. Кони разные, красивые, и там герои, три богатыря. Мне это так удивило, так поразило, что вот с этого момента я могу сказать, что я полюбил искусство. И мама взяла справку, мы пошли в ферму. На ферме нам дали не литр, не полтора, два молока дали и сказали, вы не хотите работать на ферме дояркой. Она согласилась сразу, и мы переехали на молочную ферму, и там нам дали отдельную комнату, и мы начали жить. Тогда... Я стал пастухом, потом механизатором. Я утром ходил в школу, после обеда телят пас тоже, или наоборот, утром... Но это уже, наверное, по прошествии какого-то времени? Ну, мне тогда, если там 6 лет, 7 лет было. Это... Потом... Но с нами там жили турки-мешкетинцы. Однажды мы принесли подарок, еду для них. Там много, многодетная семья была. Мать раньше зашла, и оттуда быстро вышла. Не ходи, не ходи, не ходи. Потом она объяснила, там все мертвые лежали, от голода, от холода. И вот мать лежит, вокруг матери лежат дети, маленькие дети. И это страшная картина. Вот такое много было. Там, если там... где мы жили, 10 человек, 10 семьи, там 8 семьи обязательно их уже не стало погибли. Если бы, Мадина, если бы мои сверстники тогда выжили, как я выжил, и вот у меня, слава Аллаху, есть большая семья, дети, внуки, всякие, племянники, племянницы, все-все. У каждого из них была бы семья, и наше население насколько выросло бы, это было бы приятно. Ну вот спустя 14 лет государство все-таки осознало свою ошибку, и карачаевцам, и другим народам тоже было разрешено вернуться на родину, домой. Скажите, вы помните этот момент, когда вы узнали об этом, и что вы в тот момент почувствовали, вот ваше чувство, ваше действие, когда вы узнали вот об этом, скажем так, разрешении? Конечно, помню. Это такая великая радость, великая, великая просто. Я тогда учился в 10-м классе, заканчивал школу, тогда 10 классов, не так, как сегодня, 11 класс. И должен был отец, зрелец, а моя мать, братья, сестра, и все карачаевцы уехали сюда, которые остались живых. И я закончил школу, и нас посылают собирать хлопок на 3 месяца. Тот юн, юль, август. Я подхожу к директору школы, он меня очень уважал, хорошо относился, он мне помогал в стихе 50, он вел литературу. Он меня понял, я ему объяснил вот так, вот так. мне надо домой ехать. И у меня есть родина, у меня Карачаевская петля, когда область, сегодня республика, там мои горы, Эльбрус, Кубан. И он меня, понял, сразу отпустил. Вот я получил отец зрелец и через Москву, через Ростов ехал домой. Со мной тоже один чеченец сидел, тоже окончил вот эту школу, отец зрелец, тоже ехал со мной. Между нами буханка хлеба и чай, а у нас в душе была такая великая радость. Вот, мы люди, мы человек, у нас есть достоинство, у нас есть народ, у нас есть республика, у нас есть горы, родина. Приехал, естественно, мать обнимал, брат обнимал, сестренку обнимал, своих родственников, которые живых остались, я обнимал, с ними встретились в ауле Эль-Таркасе. Но наш дом, там где-то или магазин, или что-то, почта, что-то там было. Я еще участвовал в Ленинграде, в театральном институте, там ходатайство, письмо писал, и мне помогли составить письмо, и мне вот этот наш родной дом отцовский продали за 700 рублей. И мы дальше жили легче, лучше. Кстати, про Ленинградский театральный институт имени Островского. Я знаю, что уже будучи студентом, когда вы обучались в театральном институте, вы вернулись в Казахстан. Скажите, почему вы это сделали? Настолько это было для вас важно? Это через некоторые годы, да? Когда вы были студентом уже? Нет, когда я был студентом, нет, это в советские годы, в 90-е годы, еще до развала Советского Союза, в Москве Михаил Александрович Ульянов, представитель Союза театральных деятелей России, организовал путевку, путешествие по казахским театрам, Киргизии, Казахстан и дальше, там мы посмотрели казахский театр, их балет, опера, уйгурский театр смотрели, потом посмотрели корейский театр, там работал дядя или отец Виктора Цоя, популярного певца, и мы познакомились в Алматы, там неделю, около 10 дней там жили, и смотрел, потом я воспользовался моментом, поднялся в горы Медеева, там Алатау, Медеева, это такие же горы, как у нас, Донбай, Тиберда, мне очень понравилось, я сверху посмотрел, там спортивная площадка была, там спортивные, проходили действия, и это очень красиво было. Я же второй раз тоже ехал. Да, кстати, про второй раз, расскажите подробнее, вы второй раз тоже ездили, я знаю, что вы посещали могилы, да. Второй раз, это в 2000 году, Абайхана Муса, Джандет Львос, он просил меня, Боря, поехали, посмотрим, там, где мы жили, где наши могилы, предков, твоя бабушка тоже там осталась, твой дядя там остался, посмотрим, сделаем дуа, почистим могилы, посмотрим, и я согласился, мы поехали в 2000 году, в августе месяце, мы целый месяц, сперва мы через Астану поехали в Караганда, там он снимал в кино, карагандинский там лагерь, ГУЛАГ был, там все виновные, невиновные туда отправляли, там лагеря жили, умирали, там же их могилы, и лагерь, он в кино снял, я фотографировал, и дальше поехали в Чимкент, до Чимкента мы поехали в Бишкек, Бишкек, там жили, там еще жили наши карачаевцы, балкарцы, мы ездили по аулам, по колхозам, и там мы агитируем, чтобы они все вернулись сюда, в Карачаев, а они там уже живут хорошо, некоторые очень хорошо, богатые живут, а у них целая ферма, дома, кто-то замуж выдал дочку, кто-то женился, в общем, они ассимилировались, и они не могут, там у них больше родных, чем здесь, бабушка, там Беловодск, Черноводск, есть около Чимкента, есть такие, тогда были аулы, колхозы, вот там моя бабушка осталась, мы туда поехали, там почистили могилу, и там очень много даже написано в книге Абайханова, там фотографии есть, это великое избиение, он, как только мы вернулись, он написал книгу великое избиение, вот там все это фотографии есть, знаете, это я бабушку, например, не видел, не помню, но вот когда я узнал, что бабушка именно вот на этом кладбище, в этой могиле тогда почувствовала страшно, мне это там слезы проходили в голову, нахлынула, да, и это мы же раньше мы же не могли друг к другу ходить, мать в Сарагаше, а бабушка в Чимкенте, а один брат отца вернулся, он повторали, вот все разбросано было, друг к другу ходить нельзя было, когда бабушка стала, я написал книгу, все мы гости в этом мире, это дедушка мне сказал, не переживай, внук, не переживай, все в этот мир приходят, уходят, так что это естественно все, так, по законам природы, и я написал вторую книжку, то, что вы держите, это первая книжка. Знаю, что всю боль, все пережитое вы вылили в стихотворную форму, вы написали поэму, называется она поэма об Эльбрусе, и если вам не сложно, не смогли бы вы нам продекламировать вашу работу. Я прочту эту поэму, но самое главное здесь эпиграф я взял из Корана, это наш пророк Магомед сказал, не совершайте насилия над другими, не допускайте насилия над собой. Дальше поэма идет. О, великая и мудрая гора, ты знала, что мы вернемся, потому не бунтовала, сдержанно молчала, не взорвалась, не извергалась, осталась, как была мирно спящим вулканом и терпеливо ждала нашего возвращения. Камни плакали, горы рыдали, реки из своих берегов выходили, собаки в аулах волком выли, коровы наши хором мычали, как будто охрадаман пришел и вся огромная планета в хаосе войны дрожала. И в эти суровые сороковые годы кому-то нужна была такая богатая, такая благодатная карачаевская земля, но без карачаевцев. Ты все видела, ты все поняла, как нас унижали, как нас теплушки скотские загнали, чужую степь, чужие края народ наш изгнали. А в это время наши отцы и деды на фронтах воевали, в белорусских лесах врагов фашистов добивали, они там родину защищали и как герои погибали, но обо всем этом мы потом только узнали, в те годы наших героев просто не признавали. Это был геноцид, это была трагедия, не только для нашего народа и для многих народов Кавказа, но мы выжили, слава Аллаху, прошли все испытания, жестокий режим, все круги ада и вернутся к тебе, к святой родной земле. Мы дети войны, дети депертации, проклинаем войну, презираем всех, кто хочет войну. Прошло 80 лет, мы не можем забыть, как в песках умирали от голода и холода, дети, женщины, старики, братья наши, сестры наши, друзья и земляки. Трудно это описать, больно это выразить, повторять мысленно все, что было тогда, с нами тогда, в годы изгнание. Но я знаю, гора, гора родная, ты все с нами вместе переживала, со своей высоты ты видела и раньше много-много раз переселение народов, но это было самое дикое, самое страшное переселение в мире. Слава тебе, Менитау, гора нашего счастья, гора нашей гордости, гора нашего мужества, ты гора наша вечная, ты гора наша светлая, благословенная, возвышаясь гордо над всей Европой, тебе великану исполину Кавказа, все видно, доступно и подвластно. Я хочу признаться тебе великой любви своей, достойной тебя и твоего величия. Я хочу молиться за тебя, хочу гордиться тобой, хочу воспеть, славить тебя, как чудо из чудес на весь мир, так громко, как ты того заслужила. Хочу, чтобы ты блистала, как символ наш на все века, пока стоят наши горы, пока течет Кубан река. О, двуглавый великан, позволь мне горцу, седому старику, потомку древних Аланов, воспеть твою красоту и просить Всевышнего, чтобы больше никогда не разлучал нас с тобой, меня и моего народа многострадального, и чтобы больше никогда такое не повторилось ни с одним народом. Жить здесь на Кавказе, у себя дома, как в раю, без насилия, без унижения, среди горя и долин, где Домбай, Архаз, где Кубань и Тиберда, где Зеленчук и Лоба, и где ты, могучий Эльбрус, на все века, на все времена, как нам судьба определила единственная и сокровенная моя мечта. Да, весьма проникновенно, очень хорошие слова. Скажите, пожалуйста, вот в завершении нашей беседы, что бы вы пожелали грядущим поколениям, вот нынешней молодежи? Нынешней молодежи, я хотел бы сказать, чтобы каждый народ, каждый ребенок знал свой родной язык. Если не будет родного языка, не будет народа. Слава Аллаху, у нас есть сегодня Карачаевский театр, Карачаевское радио, Карачаевское телевидение, Карачаевская газета. На Карачаевске выходят газеты, журналы, книги. Это большое, огромное счастье. Поэтому я хочу, чтобы молодежь полюбил и свой народ, свой родной язык, и любил свои традиции, обычаи, и уважал их всегда. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...